всем привет с вами вадим сегодня мы отправляемся в сказочную страну елочных игрушек пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и свои рассказы про елочные игрушки великолепная рождественская ель описывается в романе томаса мана буденброки она была высокой до самого потолка украшенной серебряными шурой и белыми лилиями с блестящими ангелочками на макушке концу 19 века в германии этот образ рождественской ели стал обычаем по которым внизу елки размещались подарки елочные украшения вешали на ее ветви течение времени эта традиция распространилась и на другие страны стала классикой новогоднего декора существует популярное предание о том что истоки этого обыча восходит к языческим племенам германцев которые украшали ели самый короткий день года вечно зеленое дерево было символом жизни и на его ветках висели предметы которые представляли собой дары для богов германцы также украшали двери своих домов отдельными еловыми ветками в этот день праздника точно сказать когда именно ель стала частью рождественского праздника в домах невозможно ингеборг вебер келлерман специалист по европейской этнологии обнаружила в хронике бременской гильдии датированный аж 1570 годом упоминания о небольшой елочке установленной в жилых помещениях и украшены яблоками орехами финиками кренделями и бумажными цветочками в рождественскую ночь члены гильдии позволяли своим детям потрясти елку и собрать подарочный урожай еще одно упоминание об этом обычае относится к 1597 году когда портные подмастерия в базале в швейцарии поставили елку в комнате где они жили и тоже украсили ее яблоками и сыром которыми потом угощались на празднике елочные игрушки появились еще в средние века первые украшения были довольно простыми и состояли из фруктов орехов сладостей и фигурок из теста в европе елку стали украшать в средние века вначале это были фигурки из соломы дерева бумаги или даже ваты а вот в 16 веке в германии появились первые стеклянные елочные игрушки в 1848 году в германии произошло событие которое навсегда изменило историю елочных игрушек в результате не урожая яблок стеклодувы из дрездена придумали делать елочные игрушки елочные яблоки из стекла эти игрушки были очень популярны и вскоре их стали изготавливать во многих других странах они были довольно дорогими поэтому позволить себе их могли только весьма состоятельные люди а вот в 19 веке елочные игрушки стали более доступными в это время появились стеклянные шары звезды и фигурки животных 19 веке елочные игрушки стали настоящим произведением искусства они изготавливались из стекла фарфора дерева и других материалов на них изображались различные сюжеты такие как библейские истории сцены из жизни людей и животных в двадцатом веке елочные игрушки стали еще более разнообразными появились игрушки из пластика пенопласта ткани и других материалов на них изображались самые разные персонажи такие как сказочные герои герои мультфильмов и фильмов в 2024 году в моде следующие тренды елочных игрушек во-первых натуральные материалы 2024 году все больше людей предпочитают елочные игрушки из натуральных материалов таких как дерево хлопок шерсть но и так далее такие игрушки экологичные создают уютную атмосферу в праздничном доме еще один тренд это минимализм в моде елочные игрушки в стиле минимализма такие игрушки лаконичны и отвлекать внимание от самой праздничной елки геометрические формы в моде елочные игрушки в виде геометрических фигур такие игрушки выглядят довольно стильно и современно а теперь немного цветовой палитре в моде яркие насыщенные цвета такие игрушки создают праздничное настроение и привлекают внимание всех гостей кроме того в моде будут следующие тренды конечно же это скандинавский стиль елочные игрушки в скандинавском стиле отличаются простотой и элегантностью они изготавливаются из натуральных материалов и украшены простыми геометрическими орнаментами и узорами еще один модный стиль это эко стиль елочные игрушки в эко стиле изготавливаются из переработанных материалов они экологичны и помогают сохранить окружающую среду конечно же куда же без хендмейт елочные игрушки ручной работы всегда ценились особенно высоко они уникальны и конечно неповторимы друзья мои обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и расскажите о своих любимых елочных игрушках